МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А начнем нашу сегодняшнюю программу вот на какую тему. Если мы заглянем в церковный календарь, то увидим, что неделя называется седницей, а воскресный день – неделей. Возникает некая путаница. Однако нужно лишь внимательно взглянуть на само слово – неделя, день, в который не делают, то есть не работают. Название это перекликается и с ветхозаветной заповедью о дне, посвященном Богу. Шесть дней – дело, и сотворивши в них все дела Твоя, день же – седьмые, суббота – Господу Богу Твоему. В Новом Завете таким днем стало воскресенье. А вот привычное в нашем понимании слово «неделя» на церковно-славянском языке именуется седмицей. Великий пост состоит из пяти седмиц. Они составляют Святую Четыридесятницу и одной самой строгой, скорбной, страстной седмицы, которая предшествует Пасхе. Ну а теперь, когда мы немного разобрались в недельно-седмичных переплетениях, я предлагаю всем посмотреть видеосюжет Санкт-Петербургской Духовной Академии, описывающей первую седмицу Великого Поста. Что такое покаяние? Покаяние – начало и условие подлинной христианской жизни. Первое слово Христа, когда Он начал проповедовать, было «покайтесь». Санкт-Петербургской Духовной Академии «Покупостью, жертвенностью». Всякий недозревший в нашей вертограде плод или загнившая ягода почти ежедневно отзывается болью в моем сердце именно потому, что в первую очередь в этом моя вина и ответ перед Богом. за все плохое, чем подал Вам Бог соблазн, преткновение, чем нарушил Ваш душевный мир и расстроил струны Вашей души. За все мои грехи перед Вами, дорогие отцы, братья и сестры, которые я садил делом, словом или помышлением, у каждого из Вас от всего сердца прошу прощения. «Покупостью» ПЕСНЯ ПЕСНЯ Великий канон преподобного Андрея Критского – величайшее произведение литургической поэзии, наполненное скорбью и сердечным сокрушением переживания преступной земной истории человечества. Но свидетельствуя о глубине нашего греховного падения, автор Великого канона не оставляет повода для отчаяния, явно указывая на того, кто есть единственная надежда нашего спасения – наш свет, помощник и покровитель. ПЕСНЯ 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 называемые «Литургией прежде священных даров», во время которой предлагаются для причащения святые дары, освященные прежде, на предыдущей полной литургии, по чину Василия Великого или Иоанна Златоуста. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Верною и любовью приступим до причастницы жизни вечной ожидания. Дорогие друзья, на первой седмице Великого поста с понедельника по четверг за вечерним богослужением читается Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского. В каждой из этих дней прочитываются разные его части. Обращаю ваше внимание, что прямая трансляция канона ведется на нашем телеканале в 18 часов по московскому времени ежедневно с 23 по 26 февраля включительно. Но сейчас я предлагаю послушать, как звучит кондак, то есть небольшое песнопение Великого канона преподобного Андрея Критского в исполнении праздничного хора Святолизаветинского монастыря города Минска. Душа моя, кондак Великого канона преподобного Андрея Критского. Знаменный распев. Душа моя, кондак Великого канона преподобного Андрея Критского Великого канона преподобного Андрея Критского. Знаменный распев. 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 Часто можно встретить советы, отказаться от использования интернета, просмотра телевизора, посещения каких-либо праздничных мероприятий. И пожелания эти абсолютно обоснованы. Конечно, нужно умерить свой пыл во всем и не рассеиваться. Однако есть такие интернет-сайты и видеоканалы, которые, наоборот, помогают с пользой для души провести время, в том числе и постное. Поэтому напомню, что посмотреть видеосюжет из Свято-Лизаветинского монастыря города Минска можно на официальном сайте obitel.minsk.by. Далее обращаю ваше внимание, что в Санкт-Петербурге в минувшее воскресенье был открыт очередной сезон Великопостных концертов. И 2 марта в Большом зале филармонии «Великопостные песнопения и духовные стихи» как раз исполнит полюбившийся нам праздничный хор Минского Свято-Лизаветинского монастыря – регент монахиня Иулиания Денисова. А 17 марта в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии будет представлена программа «Путь ко Христу», посвященная святой преподобному ученице, великой княгине Елизавете Федоровне Романовой. И, наконец, 25 марта в заключении Великопостного концертного сезона на сцене Академической капеллы прозвучит премьера хорового цикла Виктора Усовича «Молитвы оптинских старцев», а также «Русские духовные песнопения». Узнать подробности можно на сайте Академии православной музыки, которую вы сейчас можете видеть на экране ваших телевизоров. Я благодарю вас за внимание. На этом время наша программа на сегодня подошла к концу. И до встречи в эфире телеканала «Союз». Субтитры создавал DimaTorzok